Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас 22 июня, и мы по традиции идем на море. Показываю вам сейчас олеандр. Так, температура воздуха у нас днем была просто очень-очень жаркая, высокая. Было у нас почти 28 градусов, 27,5. А это вот перед вами магнолия цветет. Показываю вам ее. Да, я, конечно, ростом не вышла, и высоко показать не могу. А вот посмотрите, какая пальма интересная. Вот она, еще одна магнолия. Почему-то в этом году все магнолии, они какие-то не зеленые. Вот магнолия, вот еще одна магнолия. Это вот у нас перед нами кафе, вот там кафе у пальмы. Все, мы сейчас спускаемся на центральную набережную, и идем мы сейчас на пляж Маяк. Я надеюсь, что сегодня будет не такой шторм, как вчера. Это вот кафе Парус. И агало здесь растет у них большой. Это мы выходим с вами прям где... Как он? Нептун. Вот. Я его почему-то все время называю Посейдон. У нас есть такой жилой комплекс Посейдон. Дим, сюда. Вещички, барахолка. А, так вот, я остановилась на том, что у нас сегодня днем была температура воздуха 27,5 градусов. Вот сейчас, я не знаю, ну, может быть, может быть, 24 уже, может, 25. Время сейчас... А, ровно 16.00. Мы сегодня пойдем, наверное, на пляж Маяк. Это напротив концертного зала фестивальной. А здесь у нас, смотрите, какую инсталляцию поставили в Сочи. Где зима встречает лето. Все солнце в Сочи. Лавочки тематические тоже в Сочи. Да, очень жарко, конечно. Да что же так, кстати, друзья. А это вот ресторан Дель Мар. Многие, скорее всего, его знают. Да, спасибо. Дель Мар. Здесь морепродукты. И такое, знаете, здесь, как вот в каком стиле. Я даже не знаю, в итальянском стиле, что ли. А это вот еще один пляж. Кстати, прикольный. Пляж Дель Мар. И вот кафе Дель Мар обслуживает везде зонты. Медийное место здесь есть даже. Ну и, конечно же, по правую сторону очень много всяких разных магазинов. Здесь тоже вот пляж Приморский и Приморский один. Ресторанов очень много. Очень много. Просто на каждом шагу выбирай по своей душе. И всегда около ресторанов стоит вот такое вот представленное сокращенное меню. Либо полное меню, либо сокращенное. И ты можешь просто подойти, посмотреть. Устраивает тебя, не устраивает. Устраивает, заходишь, не устраиваешь. Идешь дальше и ищешь то, что тебе нравится. А вот это вот, это пляж отеля Pullman. Mercury. Да, ну шезлонги, конечно, такие себе. Я бы не сказала, что они прям великолепные. Ну просто, ну зато их проще чистить. То есть они без поролона, без ничего. Они просто, как такая сеточка. Кстати, людей очень много там купается. И теплые тапки. По 500 рублей. Чурчхела вот. 120 рублей, 90 рублей. 120 побольше, 90 поменьше. Людей очень много. Мы около часа. Я не могла припарковать автомобиль. Потому что было очень много людей. Так, сейчас мы, наверное, здесь. Давай вот здесь пройдем. Давай здесь, а потом туда. Давай? Или прямо пойдем? Куда? Ну нам надо туда. Ну пойдем, да, до фестивального. Вот это еще один хороший ресторан. Барабуля. Мне тоже очень нравится. Пицца, паста, ператория. Тут по вечерам вечеринки. Мы как-то проходили. А справа здесь вот чухарчо. Тоже хороший. Мне нравится чухарчо, который находится на Розахутор. Ну это сетка. Она, в принципе, и одна. Мы здесь тоже были. Но почему-то мне на Розахутор больше нравится. Атмосфера, что ли. Обслуживание. Все равно персонал разный. Уже хочется дойти до моря. Посмотреть, какое оно чистое или нет. И уже хотя бы нырнуть в это море. И как-то себя охладить. 28D кино. Я помню, когда-то я отдыхала в Анапе. И только тогда пошло вот это вот. Такие вот аттракционы там. 5D, 6D, 7D, по-моему, максимально было. А это уже 28D. Я просто не представляю, даже что там за спецэффекты должны быть. 28D. Ну и тут все. Одежда, одежда. Аттракционы виртуальной реальности. Зато прохладно. Вот такие интересные мусорки поставили. Посмотрите. Большая мусорка. Смешанные отходы. Алюминиевые банки. И пищевые отходы. Остальные бумага, стекло, пластик и металл. Здесь тоже злачное место. Жара караоке. Так, мы уже почти дошли. Все уже. Сейчас будем налево сворачивать. Вот этот центр сувениров тоже. Сколько помню, он столько и существует. Этот центр сувениров. Так, доступный городской пляж. Часы работы с 8 до 8. Санузел, раздевалка, душевая прогулочная зона, детский городок, кафе. Все, идем сюда. Так, здесь у нас вот карта. Непосредственно самого пляжа. Пляжного комплекса. Зона свободного от курения. Как всегда, больная тема. Потому что все курят. И курят. Где попало? Кто попало? И вообще я не поддерживаю курильщиков. А это вот массаж здесь. А здесь вот йога какая-то. Инструктор. Йога проходит. Видимо, все желающие могут прийти. Детское занятие. Сколько стоит? Платно. Пляжный моментарь. Информация на его ягация. Даже сделали вот такие стойки. Так, это вот верблюдик. Стой, не надо здесь фотографировать. Иди сюда. Ну вот. Стой. Так. Это вот такая обстановка у нас на пляже. Ну, в принципе, море сегодня, конечно, тихое. И спокойное я уже вижу. Так, пришли мы на пляж Маяк. Показываю вам. Здесь вот такое огромное количество сапов. Там вообще людей очень много. Сейчас я туда схожу. И здесь вот такая обстановка на пляже. Давайте сейчас пройдем. Я вам сейчас покажу. Какая вообще сегодня даже вода. Но здесь очень много было медуз. Много медуз. Ну, вода, в принципе, нормальная. Ну, хотя бы не такая, как вчера. Нет вот этого шторма. Но зато очень много медуз приклыло. Так, сейчас все. И, естественно, сюда приклыли вот такие вот маленькие щепки. Сейчас я покажу вам, сколько медуз сегодня. Вот, посмотрите, это все медузы. Медузы. Перемешку. Вот это все. Это все медузы. Это медузовая ферма называется. Вот медузы. Вот медузы. Посмотрите. Какое... Вы представляете, сколько медуз? Это просто медузовое море. Да-а-а. На меня медуза тут напала. Ну-ка, иди сюда. Вот она. Везде просто медузы. Иди сюда. Вот. Короче, их тут очень много, ребят. Посмотрите, сколько. Вот как, да? Купаться. Ну, ничего. Это в этом месте, потому что они прибиваются сюда. Здесь их очень много. А если немножко вот отойти, то, в принципе, нормально. Хотя вот здесь тоже очень много. Так, ну там уже глубже я не пойду. Ну, а здесь вот. Здесь уже, в принципе, приемлемо. Хотя вот здесь тоже очень много. Ну-ка, давай, дойду. Вот. Да, там тоже много. Много. Прям очень много. Так, сейчас обойду. И вам отсюда покажу. Так, буду выходить. Где мои тапочки. Ну, людей уже прям намного больше. Но это вот пляж-маяк. Но мне вот наш, так сказать, Приморский пляж, Приморский 1, нравится намного больше. Потому что там людей меньше. Людей меньше. И там намного меньше вот эта галька. Там такая мелкая-мелкая галька. А здесь крупные. Я бы даже сказала, не крупная галька, а крупные булыжники. И здесь намного больше людей. И там мы сидим, допустим, условно говоря, там во второй береговой. А здесь вообще в десятой береговой сидим. Вот посмотрите, свиньи какие бросили. Качан от кукурузы. И здесь намного меньше раздевалок. Потому что, вот я бы посчитала, здесь две. И очень огромная, большая очередь. Здесь две. И туда дальше, опять-таки, тоже две. Но здесь нужно их намного больше. Потому что здесь очередь, там очередь. Везде очередь. Но из плюсов то, что шезлонг и зонт стоят 700 рублей до конца дня. Получается, с обеда, ну, выключили 4 часа, да? 700 рублей. А на Приморском... А на Приморском один час 690 рублей. Ну, вот смотрите. И все шезлонги, они заняты. Все заняты. Я вот не вижу вот такого шезлонга, чтобы он был свободен. Такого нет. Они все заняты. Мы, кстати, здесь когда-то давно, давно, лет 6 назад. Мы очень любили сюда ходить. Но тогда здесь не было столько людей. А сейчас здесь очень много людей. Хотя это только июнь. Так. Сейчас я пройду до конца. Вот вы сами, да, видите? То, что свободного шезлонга практически нет. Все занято. Сейчас я здесь поднимусь тогда. Там дальше тоже. О, я слышу реклама. Короче, говорят про аква-аэробику. Ну, кстати, интересная тема. Вот когда я сюда шла, я вам показывала. Там была... Так, вот отсюда я сейчас вам покажу. Заполнение пляжа. Пляж-маяк напротив концертного зала фестивальная. А здесь вот есть еще такой островок. Здесь песочек. Песочек. Дети играют в песочек. И тоже, что очень удобно. Здесь закрыли на реконструкцию детскую игровую. Здесь дети постоянно хороводы водят. Водят хороводы. И в прошлом году здесь была анимационная программа. Здесь очень весело на самом деле. А чуть-чуть дальше, вот где эта пальма, чуть-чуть подальше, там все время танцуют бачато. И напротив здесь можно бесплатно поиграть в волейбол. Вот здесь есть волейбол. И ребята там играют бесплатно. Вот сейчас там тоже играют. Так, а это вот сам отель Пульмон. Я вам показывала пляж от него, который оборудовали. Ну, в общем, что я могу сказать. То, что пляж Маяк, мне все-таки не понравился, потому что там очень большие камни. Это первое. Второе. Очень много людей. Третье. То, что это далеко, очень далеко идти все равно. Ну, относительно далеко от парковки Зимнего театра. Ну, если на автомобиле. Если идти, ну, как турист, идти по улице Новогинска, тогда да. Ты там сразу выходишь на морпорт, и это, в принципе, первое-торое полотно. И там поэтому все седают, и очень много людей. И плюсом еще то, что сегодня было очень много медуз. Прям не то, чтобы очень, а прям вот все, все слово за главными буквами прям очень много медуз. Кстати, смотрите. А столы пустые. Это вот пляж Пульман. Тоже уже полупустой. Кто-то кепку потерял. Бар медийный. Есть медийное место, и есть вот этот бар медийный. Поэтому нельзя путать это место. Потому что это два совершенно разных места. Вот, столики совсем. Соответственно, почему? Потому что какой-то кафе Дельфин просто никому не нужен. Те люди, которые знают, они знают, куда ходить. То есть таких мест на самом деле не очень-то и много. Которые действительно будут хорошие, куда захочется еще раз прийти, а не заточены на туриста. Если просто проходить мимо и купить там, допустим, какой-то напиток, пиво, выпить, сесть, американо выпить. Либо там, не знаю, какой-нибудь мохито безалкогольный. Тогда да, просто шел-шел, присел, отдохнул, дальше пошел. А так, даже вот видите, возле каждого кафе стоят зазывалы. Они стоят и зазывают в прямом смысле слова. Как называется, так... Ой, как называется? По сути, на центральной набережной есть только пара мест. Это вот то, что я бы, допустим, порекомендовала, да? Первое. Это... Ну ладно, хорошо, пусть он мне так и не очень-то и нравится, потому что я не купила. Это Старгород. Второе место это Парус. Третье место это Кит. Ну, Кит, он даже больше еще подходит для ночного отдыха. Кстати, а вот посмотрите, медийное место, да? И вот сразу, да? Вот скоро открытие здесь. И посмотрите, какое количество людей. Видите? Когда место хорошее, тогда и будет заполняемость хорошая. А когда место не очень, то, соответственно, и людей будет не очень. Вот здесь уже начинается мною всеми любимый пляж Приморский. А вот на пляже Приморский кто-то лежит, кайфует. Кайфует и наслаждается... И наслаждается сочинским отдыхом. И наслаждается сочинским отдыхом.